Слава Тебе! Или признайте дерево хорошим, и плод его хорошим, или признайте дерево худым, и плод его худым, ибо дерево познается по плоду. Порождение хиднины. Как вы можете говорить доброе, будучи злые? Ибо от избытка сердца говорят уста. Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое. Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда. Ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься. По милости Божией, вот мы доехали до сюда, из деревни, я начал по порядку объяснять по словам Божия, не мои объяснения. По благодати Божией у нас Библия в руках. Какую роль играют руки? Для чего они? Вот с человеком встретите где-то, поговорите, даже у себя медики. И вы увидите, что они будут говорить. Как я говорю, а голова для чего? Шляпу носить. Ну а рот для чего? Кашу есть. Ну, а это все правильно, но это слишком узко. Дальше объясняю ноги. Сегодня я хочу поговорить об устах. Вот когда начинаешь говорить, человек, даже верующий, начинает оглядываться. Не подумали ли обо мне? Плохо. Многие идут. Но идут туда, куда говорят уста. У нее все подчинено. Говорить, а можно не говорить. Голова, разум, переходит сюда. Почему положила женщина три меры муки? Услышал, поверил, исполнил. Спочтение в руках. Вот теперь мы видим, что глаза, что ход смотрит. Куда нужно смотреть. А для чего? Двигается человек. Нагом приказал. Поздоровается руку. Это все уста. И дальше какие слова говоришь? Мы посмотрим сейчас, что нам говорит Святая Библия по устам. Обычно я говорю цифры, сколько раз встречаются. Насчитал там 500 раз. Надо подержи склонять. А при том слово уста встречается в других словах в середине слова. Техника не может выдать. Я помучился, решил, ладно, и так понятно, что очень много от этого значат. И вот сегодня мы услышали об этом, что от уст своих человек осудится и от уст своих оправдается. Когда? Дальше не договаривает пока апостол Павел. Мы знаем, когда. Когда уста наполнены светом. Я никак не ожидал, что поныря этого мало. Вместо одного – восемь. Видите как? И знание человека также увеличивается. А что такое свет? Он начинает говорить, там, это фотоны. А тьма, тьма, отсутствие свет, ее не объясняет никак. Так и здесь. Человек глухонемой, он не говорит. И сразу и глухой, и немой. И сразу говорит, бес, выйди из него. За этим не просто так, глухой и немой. Ударили где-то, повреждение – это один вопрос. Другое дело, ребенок рождается. А какой там бес у ребенка? И на всем мы находим ответственность. А кто? Трафаретно мыслят он или родители. Ну он как мог согрешить, когда в утробе матери? Родители не знали, какой он родился. Вот сколько здесь загадок. Почему златоуст говорит, одной черточки не пропускаю. Ни одной буквы, самой малой. Великая мудрость Божия, Духа Святого сокрыта здесь. Ну немного, мы 15 мест писаний откроем сейчас. И посмотрим, умело ли мы пользуемся устами. Нужно сказать, что я немного занимался разными языками. Песедовал с людьми на их языках. И вижу, какой скудный язык. Сравнения с русским нету. У нас пустая и все. Нет, рот. Глаза – это не все очи. Я лоб – не все, а чело. И в любом слове у нас что? Славянский язык, церковно-славянский, он не умер. Он закрепился в нас, как Державин и Ломоносовича говорили. А мы мало когда... Даже много там украинских слов есть. Другие, южные какие-то. Говорят, халва. Это не наши слова, это от юга идут. Мы их не переводили, но знаем, как оно вкусно. И когда говорится, что с себя есть. 14.6 считаем Евангелие от Яна. Я ищем путь, истина и жизнь. В другом месте говорится и свет. Свет пришел в мир. На малое время. Свет – это когда во Христе. А когда нет, начинают с человека. Спрашивают. Встречаются. Я в своем возрасте никого не нахожу уже. Нет никого. А раньше один вопрос. А чем болеешь? А какая пенсия? Все, больше ничего нет. Вообще никаких вопросов нет. Мы увидим сейчас, что нас Господь призвал. И призвал Он не как-то, а Духом Святым. Вот если мы этого не знаем, а нас так приучили, мы должны приходить сюда. Этого света мало, еще свечку зажжем. А в душе тьма. А почему зло? Непрощенность. А как узнать прощенность? Молитву. Больше никак. Уста подскажут тебе, молишься ты о врагах твоих или нет. Молитесь. Враги человеку домашние. Они разрушают дело Божие. А ты молись. Ну, а можно хоть какую-то меру. Меру примут другие органы. Я говорю об этом, потому что кое-что претерпел. И за уста свои. Я говорил. И как Господь позволяет победно пройти. Вот попутно я все из биографии свою беру. У меня 12 кандидатов наук было задействовано. Которые объясняли то, что я издал. А я старался уже молчать. Потому что там идет каждое лишнее слово, а тебе другая статья идет. Вот Господь уже делает это. Мы сейчас только начнем говорить. Когда впервые слово уста? И где оно? Мы ходим по устам. Счастливая, как это так? А вот увидишь, как сейчас. Итак. Коротко. Пожалуйста. Бытие 4.11. Если кто может, записывайте. На улице не валяются эти знания. Мне даже техника. Я готовлюсь не один день. Батюшка еще спал вчера там 135-й псалом. И так. Ибо что? Велика милость Божия. Припев на каждый стих у него идет. Ну я подошел уже теперь к концу почти. Великая, непостижая мудрость откроется нам. Бытие 4.11. Иные прокляты от земли, которая отвезла уста свои, принять кровь брата твоего от руки твоей. У земли уста. И то, что впитало кровь, проклято. Ну при чем она неодушево так послушает, когда скажет, ну разумно вы или нет. Ну дверь меня ударила, да. Защемили палец там. Я видел, как стоят руки туда. А в это время другой дверь закрыл. Сразу разломало. Ну не дверь же виновата. А здесь прямо показано как. Это большая связь. Веревочка тянется. Земля проклята. Как мы ее не обрабатываем, проклятую землю обрабатываем. Мы должны добавлять. А как? Господь благодатью своей дает ей еще плодоносить. Вот нынешний такой год был. Никогда этого не было. Все, скосили, наготовили. И опять снова трава такая выросла. Ну никак урожай нельзя убрать. Прямо в колостях прорастает. Уже оно считается не идет как на муку. Ну убрали все-таки. А сколько нашего уста сказали ненужного? Какой отсчет будет на суде Божьем? Исход тоже 4.11. Земля имеет уста. Теперь мы узнали. И ходим прямо по пропасти. Господь сказал Моисею. Кто дал уста человеку? Кто делать немым или глухим? Или зрячим? Или слепым? Не я ли Господь Бог? Видите как? Господь все. Люди ищут какую-то красоту. Вот знакомый попал я в больницу тут, в Краевую. И какой-то профессор, он татарин или кто. Пришел на встречу. Я отвечаю. Но вы своими-то словами можете сказать? Зачем? Божья мудрость и самобытная глупость, они не равны. А я думал, а я говорю, а я вас сразу узнал. А вы еще к Адаму подходили? Вам выбросить меня за ограду, а там вы меня уже и придушите. Никак. Бог сказал все. Он разочаровался во мне мгновенно. Хотя по мысли он бы сказал, наконец-то мне ответили, что думает тот, кто создал нас? Как он нас бережет? Как любит? Как во всем отражается его милость и любовь Божия. Благодарение Богу. Дальше. Число 16.32. И разверзла земля уста свои, и поглотила их, и домы их, и всех людей Кореевых, и все имущество. Вот как. А кто это знал, что она поглотила? Ну, сегодня, сказали бы, заложили заранее мину, взорвали там, бывает, хоронят какого-то. А в это время, там милиция прямо все перекрыта. Почему? На этой, где могила, могли ночью заложить взрыв. Я узнал, какая причина. Хоронят там большого типа из преступников. Со всей страны съехали самые в этом деле помраченные. И думают, здесь мы их нет. Ну, по милости Божией, Бог хранит, когда показывают. Огромные взрывы стараются на могиле сделать. А могила с нами идет. Мы каждый день. И разверзлась земля. Да, пана, верон и корей. Все сектанты одним махом будут сбиты. Это пример. А почему? А они отвергли Моисея, закон Моисеев. Они отвергли Слово Божие. Они не приняли христианство. И, да, они, может, хорошие были. Библия об этом не говорит. Но я полагаю, что хорошие. Их бы не избрали на это. Да, пана, верон и корей. И они живем с женами. Ну, женат они при чем. Не рассуждают. Прими как есть. И так я считаю. Дети, скотина, постройки. Все мгновенно. И нет никого ни на земле. Итак, Господь говорит, мне отмщение я воздам. Уста говорят это сегодня. Божьи слова переходят в наш язык. Ну, если язык, а что язык и губы? И зубы, все. И сколько можно звуков разных издать? Мало когда задумаешься. Человек, ну, ест, жует где. И вдруг такой голос из гортани пониже идет. Уму непостижимо. Вот сейчас рекламируют везде мальчик. Пять лет. Советую всем посмотреть. Как много упустили наши родители, если они этого не знали. Пять лет. Идет концерт в Москве. И где-то в Кремле. Я никогда не знал, что там может быть. Ну, может быть, там какое-то строение. И вот он начинает петь. Петь песню. А, знай, что хорошо, я иду с работы усталый. Пять лет. А тут стоит, я посчитал, где-то 37 офицеров. Я отдельный дирижер. Он ему дирижеру, пятилетнему. Потом всем этим. Это уста. И он говорит с таким выражением. Я думаю, песню одну заучил, наверное. Еще, еще. Каждый день почти новое песнопение. Пять лет. Почему Лев Толстой говорил, что во мне есть, 82 года жил. Половину этого я получил до 4-х летнего возраста. А у нас еще игрушка до 4-х летнего возраста. А это обезьянка прыгающая. Может быть, мы обезьяны, что его не научили. Заложите в уста ему знания, которые дал нам Господь. Чтобы научился произносить слова божественные. Ребенок сегодня играет. Видите, он с таинствами пытается показать. Не трожьте. Он через игру, мы знаем, житья святых. Играли ребятишки же. Они открыли дверку и спрятался под престол. А батюшка не знает. Служба началась, он под престол и вылазит. Священники обратили внимание, что это не просто так. Мы знаем, какой это великий муж родится. А в начале-то просто игра какая-то. Поэтому поощряйте ребенка, где он считает и те слова пока божественные, что было только. Дальше. Первое. Царств. 1.13. Я беру только выборочно. И как Анна говорила в сердце своем, а уста ее только двигались, и не было слышно голоса ее, то Ильей счел ее пьяную. Вот так. А как вы молитесь? В первую очередь, это умом. Вот нынешний Господь меня удостоил. Радости такой. Я жизнь прожил и не знал. Какая радость молиться под звездным небом. Каждую ночь, там кончился день, новый, первый, я выхожу через ограду, в улицу, и сначала всех помолиться. И только за раз видел 4 спутника. Я никогда не знал. Потом летит самолет, у него топовые огни бигают где-то. И вот как будто с Авраамом вместе ты стоишь. Господи, сколько же у нас друзей, и мы знать не знаем. Это я вам говорю определенно. И где? Через интернет. И кто изобрел, мы каждый день молимся. И в правительстве сейчас такая там смута. Я вам говорил, всем молиться везде призываю. Белоусов Андрей Ремович. Министр обороны. Уже 4 покушения было. И не от кого-то, а от депутатов. Притом из разных политических партий. Нам есть о чем плакать. Прошло 3 дня только, и он уже возвращает 11 триллионов. Нет, говорит, инвалидам дать бы. Людей лечить негде. Разрушены там школы где-то. И главное, быстрее уже выскочило около 20 разных, которые были. Губернаторы там скорее за границу убежали. Прямо на месте. И Шойгу любого арестовывают. На днях попытались арестовать его, к слову сказать. Ну, там такая смута была. Его оставили пока, домашний арест. Ну, уже через сколько минут Путин там помог и проще. Нам Бог посылает удивительных людей. Для него как будто одноистинного стеяла и ничего дальше не делает. Как они придумали документы, куда отходят средства на себя. Миллиарды, миллионы даже не считают. На руке часы 35 миллионов. Как это? Когда подумаешь, Господи, так уже все уничтожено. И 37-й год, 30-е, раскулачивание. И вдруг вот этот Андрей. Андрей означает храбрый. И каждый раз говорят, как вы думаете, комментируете, где он только появляется, я везде рассказываю о нас. И мы о вас молимся. И всех прошу молиться. Через него большое, великое дело делается в Руси. Именно о том, чтобы она не лежала, встала. Какие производства закрыли, разворовали. Возобновить все. Я каждый день этим занимаюсь. Это не высказать. Нельзя без следствия считать. И кто делает, и для чего, чтобы убрать его. Он не может себя спасти никак. И каких-то чудес. А на приеме решили даже отравить все. Пускай все уйдут, но чтобы он отравился. А он не отравился. Когда считаешь, ну все уже на учете, как говорят люди. Там работает кому надо. Помогает Бастрыгин, это главный прокурор Александр. Мы тоже за него молимся. Включить в молитвах о придержащих. Ибо Библия говорит, что начальствующих правителей будет строгое взыскание на суде Божьем. Книга при мыдрости. Куда они вели людей? На небо? Или для своих удовольствий? А рабами сделали? Это нам все подсказывает в сегодняшнее время. И мы видим в конце. Вот это начнется воссияние. Вот сколько было в Каабе там. С камнем не разберутся, куда он делся. В Иерусалиме уже неоднократно. Звуки какие-то идут с неба. Люди просыпаются. Звуки такие. И на облаках. И вдруг прямо на облаках показано идет Христос. Это уже многократно сегодня. Ну, в интернете можно увидеть съемки. Как? Явление. Господь предупреждает. Совсем рядом. Предупреждает. Совсем короткое время. И Библия будет зачтена, как самая вредная книга, запрещенная. И наличие Библии будет караться законом. Почему? Мы знаем, он приют один, и все остальные религии должны уйти. И как его имя под 666 Господь расшевровать позволяет нам. А как это сделать? Уста Божий изрекли. Я прочитал сколько? 36 раз Псалон только говорит. Уста. Без падежей. Приджа Соломона 41 раз вспоминает уста. Ну, и другие места. Матфея мы это прочитали. Теперь считаем еще. 15 глава, 11 стих. 15 глава, 11 стих. Не то, что входит в уста, оскверняет человека. Но то, что выходит из уст, оскверняет человека. Мы это новый раз слышали. А что входит в уста? В уста входит то, что ты говоришь. Оно вошло откуда-то. А я это услышал. А вот что из тебя выходит? Принял ты или не принял? Мне один раз говорят, мы уже видели вашего, он даже не здоровый. А я говорю, один вопрос задаю. А я вас видел или не видел? Я иду по городу, какие-то опиши. Я стараюсь молиться в это время. Чтобы людей достигло или не достигло. Я не видел, простите. Вот я как... Идут знакомые, может быть, так. Я делюсь опытом. Ну, на грани уже. При большей крепости, говорит, 85-й. А уж 86-й продолжается. Дальше. 1 Петра 2,15. Что думали об устах пророки? Мы посмотрели. Что говорит об этом Дух Святой через Петра рыбака? Он понимал рыбу, значит, тоже хорошо приготовить, подать на стол. Но он отвечает совсем не так. 1 Петра 2,15. Ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей. И, оказывается, заграждать не так, что закричать, а он замолчит, и да, еще как-то обозвать дела. И ты даже ничего не будешь говорить, и откуда-то найдутся люди. Я вот в интернете знаю. Мне каждый день приходится блокировать примерно 30 человек. С хулами, с проклятиями, с угрозами. И притом блокирую, вычеркиваю, заново они восстанавливаются, и дальше идут. Но каждый же день, еще больше людей, которые опровергают тех, я ни одному не отвечаю. А зачем? Мы все сказали. Я знаю, на это, что сейчас, говорю, нападки будут. Господь усматривает. 3,10. 1 Петра 3,10. Ибо кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот, удерживая язык свой от зла и уста свои от лукавых речей. Лукавых, то есть, кривые. Лук натягивается, когда человек, как про Сократа говорят, один прибежал, я говорю, товарищ, а такое знаю, он говорит, пока не говори. Сначала скажи так. Ты уверен, что он сказал? Да нет. Ну, а хорошее? Да нет, нехорошее. Так, дружба наша больше будет с другом? Нет. Да я тогда пошел, он не стал говорить. А что я буду говорить, когда он мне сам он отвечал, что... А я слышал. Уши открыты не для того. Сегодня у нас и начитанная Библия, и златоусты. Куда не поверни, мы такие богатые. Это люди понимают. Вот сегодня только наша сестра, тут одна такая есть, вот она, Надежда. Добрая. И она, как молитву читала, когда утренняя, вечерняя очередь, внук восстал до нее. И там борьба такая идет, но поросим помолись, чтобы эту надежду Господь укрепил. Она настолько искренняя. Искренняя. Дальше. Иуда. Шестнадцатый стих. Три десяти я прочитаю. Сказал, надо девятый стих было прочитать еще. Три девять десять. Не воздавайте злом за зло, или ругательством за ругательство. Напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. Вот так. Опыт какой. Тут один сидел в вузах, видимо, священник был. Но его навестить один пришел, а он кроет прямо тяжелыми матами. А мне говорят, а вы трясетесь за язык. Вот человек сколько претерпел, как ученый, как брали его. Я не знаю, священник или нет. Там дрова колол. Он просто ответит на то, и ты материшься, тот говорит. Я не зря пятнадцать лет там был. Другого языка там не было. Я свой язык потерял. Чужой язык теперь у меня. У верующего не может этого быть. Приехала комиссия на работе, как наши работают. Ну, я поближе подошел и стал говорить. Один обернулся сразу из начальствующих. У вас евангельские слова. Это божьи слова. Вот мы тут поверим. Я говорю, хорошо ли так, что по сегодняшний день женщины носилками бетон по этажам идут и поднимаются. А почему деньги отпущены нет, разворовали. А стройка идет. Я строитель это дело видел. Дальше. Так, юную прочитали. Один шестнадцать. Это работники, ничем не довольные, поступающие по своим похотям, нещтиво и беззаконно. Уста их произносят надутые слова. Они оказывают лицеприятие для корысти. Вот этот Андрей Ремович, он как раз это берет за основу. Все, что до этого нам говорили, писали, все ложь. Дети за границей, никто в армии не служит. Из туда все гонят и гонят. Миллиарды. И показывают. Потом триллионы уже идут где-то. И депутаты заговорились с его любыми путями убрать. Он как начальник недавно подготовлен. Ну, ему помогают там люди. Работают. И все заглохло, нигде нет. У Матвиенко там где сын, где что. Я все это в курсе делаю. Думаю, господи, да сохрани ты еще хоть какое-то время. Может быть действительно, что он говорит, эти деньги вернут они. Не миллиарды, триллионы. И разрушенные, чтобы все восстановили. Дайте людям работу, дайте достойно жить им. Ну, ясно дело, что в нем отзывы такие идут. Ну, и касается президента. Это, видимо, что-то с черточки одна и никого этих нет. Прошу молиться об этом. За старей и за начальствующих. И молитва ваша. Где двое или трое, так сказать. Я вам не скрываю, говорю, потому что это все открыто. Римлянам 3.19. Нет, нет. Три с девятого по девятнадцатый. Сначала один стих брал. Думаю, нет, тут слишком много. С какого стиха? С девятого. С девятого. Можно сказать, с девятого по девятнадцатый. И третья глава. К римлянам. Итак, что же, имеем ли мы преимущество? Нисколько. Ибо мы уже доказали, что как и иудеи, так и елины все под грехом. Как написано. Нет праведного ни одного. Нет разумеющего. Никто не ищет Бога. Все совратились с пути. До одного негодный. Вот начни так говорить. Да что вы, кого вы видите. Вот у нас брат есть. Он открыто все это говорит. Я его не знаю, здесь он или нет. Брат Игорь. Он не лицемерный. А его сразу начинают отдергнуть. А ты всех-то и не знаешь. Не знаю всех. Но сколько было? И моей души ищут. Один я остался. Пророк Илья говорит. Один? А сколько тысяч он там питает, просмотрел пророку. И то Бог все сразу не открывает. Но Писание говорит так. Учитай. Слышите, какие слова. Нет делающего добра. Нет ни одного. Даже не верится. Как это? Добро я всегда видел. Я видел добро у коммунистов. Видел у мусульман. Везде сколько добрых людей у Бога. Я многократно об этом говорил. Невероятно много. Но Господь больше знает. Видимо, времена были такие. Гортань их открытый гроб. Как языком своим обманывают. Вот и гортань. Целуется, а там гроб. А чем определяется словами уста? Открытый гроб. Это может быть обо мне говорится. Будьте к себе серьезнее. Когда начинаешь говорить с человеком, у него столько лжи. И сказали, молись, чтобы и знал Бог духа лжи. Вот я ложусь спать, да воскреснет Бог. Ну, стою рано. В три часа. И поэтому... Дальше ты начинаешь, когда смотреть-то уже. Что в этот день было? Я засыпаю, я засыпаю уже в постели. Тебе молитву надо прочитать, знаю. До половины засчитал, готов, уснул. Нет, тут же взорвнул, еще читаю. Вопрос. Я сразу... Ведь против демонов молитва-то, а я засыпаю, Господи, небесноватый ли я? Тогда сяду прямо, тогда уже до конца, и сатана отступает. Себе не давайте пощады. Посмотрите со стороны, как в очах Божьих мы выглядим. Евреям. Так, ну, можно Иоанн открыть. Второе Иоанна, 1.12. Не дочитали здесь? Дочитай. Яд аспидов на губах их, уста их полны злословия и горечи, ноги их быстры на пролитие крови, разрушение и пагуба на путях их. Они не знают пути мира, нет страха Божия перед глазами их. Причина. Но мы знаем, что закон, если что говорит, говорит с настоящим подзаконом, так что заграждается всякий уста, и весь мир становится виновен перед Богом. Не надо ничего объяснять. Как вы понимаете, так написано, вот теперь ты и понимай. Я не толкую. Так написано. Ну, как же так? Я еще раз, я православный. Я знаю, Петр Мещеринов, игумен, которому считается, что вся молодежь православная, через него там книги издают где. И он говорит, 85% что нам священник здесь показывает, служба идет, непонятно для народа вообще. Это говорит игумен, московская патриархия, не запрещенный, не под судом. Но это так. Я подтверждаю, это так. А что сделать? Вот вчера я беседовал с батюшкой. Я говорю, батюшка, ты сравниваешь себя с первым временем апостолов. Ты сейчас к ним, ну, Бог делает это. Время там, изменение времени, даже есть фильмы такие где-то. Нужен ты, в одежде вот это менять, это бы нет. Ну, еще ты несколько раз, то дверь спрячешься, то шторкой закрылся, сидишь там. Почему не с народом-то? Дверь открыл, опять вышел, и опять зашел. Столик, когда вытащат, ну, там, просвор у него, и молишься. С одной стороны поколил, с другой, с третьей, с четвертой. еще раз. Двенадцать раз ты одно и то же считаешь. Стол стоит. Людям-то в это время проповедь, ты не говоришь мне. Я разговариваю, он мне брат родной-то. Я говорю, самое для вас опасное. Вот сегодня хотите, чтобы настоящее желание было, оставьте двери в покое. Откройте их. Сейчас в Москве построили большой храм, патриарх там служит. До такого уровня. Да то, ну, в Киеве это, в Софии-то там тоже так все открыто. Я был у католиков, у них маленькая ниша, ну, в деле я подрос человек, а так. И он сидит там. Украшения все-то беленькие, вот здесь вот. Кубик такой беленький. Больше ничего нету. И он участвует во всем. Дальше. Свечи. Для чего они? Я, когда начинаю разговаривать с такими людьми, которые, ну, всю жизнь священники, чтобы закоптить иконы. А второе, за это заплатят, когда будем, говорит, реставрировать. Ну, одну я, батюшка, зажги. Ну, для чего они нужны столько-то? Что? Мы не верим в это, что этого света недостаточно. А светильники были, зажжены, электричества не было. Ну, нельзя так глупо-то выглядеть. Над нами смеются все. Мне звонит полковник и говорит, а у вас, что, патриарх не умеет сам одевать? А вокруг него там пубочки застегивает. И он видит, а дома не мог вымыть. Опять несут сосуд, он моет руки. На этой архиереи так же делает. Но наша архиерея не делает это. Расческу подействовали, расческу несут на блюдечке. И он начинает. Я еще могу ответить. Ну, никто это так не делает. А дома расчесался, дома руки вымыл. Пришел, служишь. Это люди, которым подчиняются другие люди. Я всегда вспоминаю, мне приходилось вести занятия, высшее здесь летное училище. Ну, потом его убрали. Вот. И я у них вел занятия. 475 человек, молодые люди. Но когда они узнали, церковники, что я там, они приложили все силы, чтобы меня оттуда выбросить. И когда вызвали, полковник у них, руководитель, я говорю, ну, они не придут. Ну, как, у них назначаются специальные люди, ну, там называют, кто, отец Николай, он придет. Я говорю, он не придет, они будут деньги просить. Да вы что? Проходит неделя, мне звонят, так, как вы сказали, и было. Мы сказали, а кто платить будет, за что? Ну, мы будем приходить, там, что надо считать. А как же Лапкин ходил? Они замолкли, говорят, потом мы сказали, ну, мы не можем так идти. Мы церковь, у нас отопление, ну, то есть, находят где-то. Готовая, пришли, я один раз иду, офицеры одни вокруг меня говорят, у тебя какое впечатление? А все академики ходят? Он говорит, я как раз и не учился совсем. Когда зашли, они не знают, чем, то пиво, то в обувь. Я ничего не делаю. Он тогда полез в сапоги мне достал. Размер 43-й. Я говорю, мой размер, тогда возьму. Такие люди добрые. Я говорю, вы добрые, но сидят курсанты. Я говорю, если вы не будете верящие, вы разбойники будете. Это 90-е годы, так сколько вас там было? А с Богом вы герои веры. Это засняли в фильме, это маленький участок фильма. Так я-то кто? У меня нет образования, ни религиозного, ни гуманитарного. Я просто считаю, и все, по слогам можно сказать. Я испытал это все и скажу, что нет большей мудрости, чем Слово Божие. Даже в помине не держите. Заучи эту фразу, повторяй. Вот что сейчас считали просто. И тебе не надо больше ничего придумывать. Вот простой вопрос. Господь через Павла говорит, хочу, чтобы мужи поднимали руки во всяком месте, без гнева и сомнения. Слышали? Слышали. Почему не поднимаете? Так, ну вот можно. Да. А как поднимают? Я с архиереем, с митрополитом беседую. Ну, надо, да. Он вот так вот поднимает. Я говорю, а поднять выше? А ворон, когда руки опускались, враг давил их. Тут ор, тут Иисус Новин, держат руки, победа на этой стороне, и солнце не заходило. Солнце указания дают. И как поднимать? Я свой опыт передаю. Поднимать как можно выше и ладонь к ладони. И когда у нас батюшка тут поднимает руки, у нас стоят, которые в гости приезжали, все поднимают руки. А женщины, женщины тоже поднимают. Потому что, говоря к мужам, Господь обращается и к женам. Житие святой Агафьи, говорит, она воздевала руки к небу. Да и многократно, я жития насчитывал. Поднимайте руки, где можно. А если батюшка, да он в это время там смотрит, он не оглядывается. Даже его трогать не будем. Но испытайте эту радость. Я перед Богом. А кто не может, если у тебя гнев кипит и сомнения. Без гнева и сомнения. Простой как? Гнева нет, сомнений у меня в этом нет. И все у нас поднимают руки, которые в гости были. А много было. За одним столом 19 мужчин только. В гости приезжают. Дальше. Ефесянам 6.19. Почти к концу. И две главные главы прочитаем. 6.19. Я мне, дабы мне дано было слово, уста моими открыто с дерзновением возвещать тайну благоествования. Больше ничего нету. Это богослужение было. И Павел продолжил, когда Евтих там вывалился из окна. Евтихе не надо спать. Вовремя бы отдохнул, когда он не упал бы туда. И Павел Молотова упал на него, воскресил еще. Еще одно чудо. И вот когда говорят, сейчас мы будем, прочитаем обязательно, две главы. Одна глава, глава Евангелия, Татьяна 3 глава. Это Библия в миниатюре. А ты хочешь, чтобы... Третья глава, 16 стих. Здесь все. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. В этом все. Не погиб. Спас душу. А остальное здесь синим пламенем будет гореть скоро. Приготовьтесь к этому. И еще главный стих к Римлянам 8 главу. Римлянам 8 глава. Вот послушайте. Мы этим закончим сегодня. 1.18. 18 стихов послушаем. Я убавлял, убавлял, вижу, не получается. Я сегодня уже здесь пересмотрел заново все, отдельно выписал пониже. Просчитать надо. Иначе слишком много упущено будет. Входим в храм, молимся, причащаемся, здороваемся, не сквернословим, платим десятину. И окажется, что ничего этого нет. Коротко сказать, что нужно родиться свыше. И второе, быть Вадимом Духом Святым. О рождении свыше начни говорить человеку все время сумрачь, недовольный. У рожденного другое лицо совсем. Это одержимость бесовская, когда люди дуются на друга. Это не свойственно смертному человеку. Первое, что нужно. А как узнать? Очень даже просто. И Дух Святой коснулся Девы Марии, и она стала говорить. Дальше. Симеон, богоприимец. И Дух Святой сошел на него, и он стал говорить. Везде, во всей Библии. Это проверка. То есть, о чем говорит Иеремия. Я усилился молчать, но внутри меня, в костях моих, как огонь развитый был. Я не мог молчать. И Слово Божие неслось, как молния. Это Бог делает. У меня почти ни одного дня нет, чтобы новая душа в мире не пришли. Семей, и все, и все через интернет. Через интернет. Я сколько раз говорил, у нас есть люди, которые разбираются в этом деле. программисты, умные, верующие. Они поставят вам. Ну, одна сестра там, в деревне у нас тоже там одна с нами на молитве. Я им сказал, мы молимся о ваших детях, которых взяли на фронт. Но, по милости Божией, они еще не осквернили руки свои. Об одном молились, и он на днях освобожден. Он только форму даже не надевал, присяги никакой не было. А он раненых сопровождал, кому плохо, там научили делать что-ли. И один уже вернулся. Мы молились об одном Ильи. И совершил Бог неслыханное чудо. Это в Беларуси было. До суда Бог освободил. Мы каждый день в студии поминаем. Господи, вот, которые типографии я узнал, Павел Збатил. Вот такие книги. Вчера только, позавчера было, я в библиотека приезжала, тут книги взяли, все в печать, дали на бланки. Как люди относятся. Это милость Божия, наша ничего нет. Это благодать Божия. Настолько выше наших возможностей. Какие люди. С какой добросовестностью все выполнено-то. В каждой книге, лежит семитомник, в каждом томе 1312 страниц. На всетной бумаге. В каждой книге 128, кажется, светлых фотографий, страниц. и как это все сделано. Закладка ламинированная. Да, дорого. Да, невыносимо дорого. Почти 8 миллионов отдали. И откуда Бог что дает? С других республик, с других государств. Просто Господь показывает и делает. Ну и, конечно, наши люди, с кем нельзя сообщаться, есть который командировочный, он едет туда, с Белоруссии, а там уже, из Германии, туда дальше расходятся. Господь умудряет. Молитвами вашими, святые, я знаю, люди, которые знают, они молятся. Приходят все новые и новые люди. Все в новых местах крещат полное погружение. Все сюда шли. А сейчас у нас-то меньше. А где только у одного Вячеслава мать крестилась там, Илья, и где-то уже около 10 человек, которые моченые. А то, если крещение считать, нет крещения. Крещение погружения. Тауфан. Нет этого крещения. Погружение. И показывают, как крещат большие такие бочки. И там крестят, как взрослых, полувзрослых, ребенка маленького. Насколько радостно. Другие выехали на озеро. И там, и все это заснято. Это все идет отсюда. Когда мы здесь говорили, и в Никольском соборе они сделали, и пришел человек, и отец Михаил, говорит, Капранов, послал сказать вам, что мы сделали. Купель. Я говорю, не для меня дело, она будет закрыта. Плиты такие есть, вы из Бинетины. Так и идет. Игра в списках. Крещение стоит три тысячи. Слобочка. Если с погружением, пять. Ну, жби здесь явно, что. Ну, как это, когда заранее знают, и если. Это, если сегодня. У нас пошла сестра одна. Батюшка выходит, она ее спрашивает. Батюшка, я так пришла издалека, а вы проповедь не говорили. Это что, от Лапкина? Они по запаху знают. А священника нету. Ушел, ушел. На Суде Божьем будет. Нет был, порадовался. Я считал, про одного митрополит служил. И одна женщина услышала, говорит, Прохович. И она с другого конца Москвы приехала. А он вышел, посмотрел, там, две бабки. еще время-то тратить-то. Он проходит, она там одевается, что и говорит, да, всю Москву проехала. Нигде не говорят. Надеялась, молилась. Трудно им, видимо, некогда говорить-то, торопится-то куда-то. А он остановился и слушает. Меня, говорит, как обожигалось, с тех пор, хотя бы никого не было, буду говорить. Как Чарль Спержин, протестантов, назывался король проповедников. Он готовится к проповеди. А никого нет. Он поставил ложки на окно и так, вы ни о чем не думайте. Только в рот свой всю жизнь давите. Не насытитесь никак. А там трое бутылки делят, сидят, выпивают. Двое зашли, обратились. От ложек. Вот когда считаешь, Господи, да благодать же твоя пробила, и все, что только мы видим где. Послушаем. Слушайте внимательно. Запишите. Восьмая глава римлянам с первого по восемнадцатый. Десять стихов. Итак, нет ныне никакого суждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил не от закона греха и смерти. Освободил или не освободил. И сестра у нас там писала выдержки на стене прямо объяснить дальше. Это работа, благодарение Богу, ревнуют люди. Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал сына своего в подобие плоти греховной, в жертву за грех, и осудил грех во плоти. По подобие плоти греховной. Подобие у Христа, когда родился, подобие плоти греховной, но только подобие. И вот, когда начинаешь это глубже, у буддистов есть такое, когда они выходят, тоже там монахи, это раньше на несколько столетий, чем у православных-то. И он О, Мане Падмихом, то есть ты сидящий в лотосе. А когда уже дальше под небом-то идет О, Мане. А потом еще дальше уже, видимо, схема нахуй нет. О, и вот когда здесь считаешь такое, толкование святых отцов, и что мы, плоть наша, будет подобно его плоти, не нашей. О, только и скажешь. И святые говорят, о, невыразимое, что наша эта плоть, болящая, немощная, подвижная к греху, обманчивая зрением, слухом, и вдруг подобно его плоти, которая ничего этого не будет иметь. Как они просто... Одной буквой О все объяснил. Чтобы... Субтитры создавал DimaTorzok